Я очень рада приветствовать вас на прямом эфире. Меня зовут Гриша Анкова-Анна, я чемпионка России, Европы и мира по дизайну ногтей. И сегодня тема нашего эфира – это китайская роспись по трафаретам. Китайская роспись по трафаретам. Итак, многие любят китайку, уважают китайскую роспись, но не у всех получается построить по схеме цветочки. И некоторые мастера испытывают трудности с этой темой, поэтому мы решили вам показать применение трафаретов уже готовых в этой технике. Смотрите, у нас трафареты есть в фирме, очень, конечно же, удобные и классные, их достаточно много. Я вот сейчас несколько буквально достала, которые у меня в работе. Это в основном изначально они были сделаны для курса акварельной росписи по трафаретам. Трафаретная акварель. И сделаны именно для того, чтобы вам не потеряться и не забыть, как строить постановку лепесточков, как цветок выглядит. И чтобы, знаете, не было расхождения в ожидании реальности, когда клиент ожидает один цветочек, а получается совершенно другой цветочек. Так вот, эти как раз трафаретики, они очень хорошо помогают вам в работе. Здесь идея была в том, чтобы использовать их как контур для разукрашивания, чтобы уже заданы были расположения лепестков, и вы могли их разукрасить. Но с течением времени мы стали применять эти трафареты уже и в жестовской росписи. И вот, например, если вы посмотрите на мои ногти, то я трафареты применяла вообще в качестве декора заднего плана. И их добавляла в них уже китайскую роспись. То есть использовала только линии именно в качестве линеарного рисунка, а не для того, чтобы их разукрасить. Можно и так их применять. Можно применять для дополнения какого-то дизайна, усложнения какого-то дизайна. И очень круто сделали в новых пластинах уже те же самые практически цветочки, которые в трафаретиках были. Их, видите, перенесли на стемпинг, в стемпинг-пластину, дополнили другими еще цветочками. И получилось очень круто. Можно теперь их не только вырезать, но и делать штампом. Поэтому диапазон достаточно большой применением. Мы сегодня с вами посмотрим, как и со штампом работать, как и работать со слайдер-дизайнами, с нейл-крустиками. Сегодня мы сделаем два типсика. И сегодня я... Вообще сегодня был такой, знаете, девочки, супер-квест проведи эфир. Потому что я сегодня, представляете, забыла, наверное, первый раз в жизни забыла телефон свой дома. Ой, и мне пришлось взять телефон мужа, заново подключиться ко всем аккаутам. Это вообще сегодня было просто приключение. И поэтому я сегодня готовила дизайны по референсу. Также, чтобы у вас была отправная точка перед глазами. Но референс у меня на моем телефоне. И аналогичный в интернете я не нашла. Поэтому, смотрите, поверьте мне сегодня просто на слово, что дизайн сделан именно по референсу. Я оттолкнулась от очень интересной одежды. И мы этот референс с девочками-менеджерами прикрепим в обложку для этого видео. Поэтому, кому интересно, откуда у меня появилась идея сегодняшних дизайнов, вы можете потом залезть опять на YouTube и посмотреть на обложке, какой же все-таки был референс. Вот. Сегодня вот такой вот квест у меня был. «Восстанови все и проведи все-таки эфир, несмотря ни на что». Но мы все, кто у нас в философии Эйми обладает, знаем, что невозможных вещей нет. Есть лишь те, которые требуют большей подготовки. Поэтому сегодня окольными путями мы все-таки этот эфир проводим. И мы с вами, вы с нами, и все мы вместе. Супер. Так, ну давайте. Сначала сделаем... Немножко не могу привыкнуть к горизонтальному расположению. Это вертикально мне чуточку поудобнее, но я надеюсь, что это тоже не помешает. Так, чем я сегодня еще поработаю? Сегодня также поработаю цветами из коллекции новой «From Down to Dusk». Она у нас вышла только недавно. В ней очень красивые яркие оттенки. И у меня сегодня будет много, девочки, оранжевых оттенков. Много оранжевых оттенков. Красно-оранжевых и немного более таких розово-оранжевых. Но все равно они такие очень теплые. Поэтому сегодня вот в таких теплых оттенках работаем. Также для стемпинга я буду использовать новый оттенок. Вот такой вот восьмой. Он коралловый. Красивенький. И еще возьму в качестве неона, для того, чтобы добавить еще сочности и яркости, «Electric Sunset». Это у нас цвет был в одной из коллекций. У него неон такой очень красивый, оранжевый. И также еще возьму пигментик. Вот такой вот яркий неоновый оранжевый номер 117. Для того, чтобы сделать гелевую краску для росписи прямо очень-очень насыщенной оранжевого цвета. Итак, для начала сделаем пару фонов. Первый фон у меня будет с градиентом. Градиент сделаю достаточно быстрый, по-сухому. Сначала нанесу более светлый оттенок, 406. Зафиксирую в лампе. Так, а на втором типсике я сделаю такой мазок широкий. Широкий мазок. Тоже возьму 406. Еще не знаю, что у вас будет сегодня на фоне моего голоса, потому что мы несколько дней назад с семьей взяли домой собаку. Это французский бульдог. И пока он маленький малыш, ему сейчас 4 месяца, и он со мной тусит на работе. Потому что мы пока переживаем оставлять его в доме. Тоже в лампу. Он тогда спит, они такие храпуны. Поэтому сейчас он спит. Маме не мешает вести эфир. Но до того, как я подключилась, он вообще адски храпел. Я его перевернула на бочок и пошла вести эфир. И сейчас опять он немножко тут перевернулся в обратную сторону. Не знаю, слышно вам или нет, но похрюкивает. Такой маленький малыш-хрюшка. Милый до невозможности. Так. Растягиваем. Здесь у меня будет достаточно много потом дизайна, поэтому супер качественная растяжка мне тут не очень нужна. Такая прям, чтобы она была, ну, идеальная. Угу, слушаю. Так, здесь я еще разочек прокрою. Еще разочек прокрою. Просто я очень-очень тоненьким, прям втирающим почти слоем покрыла. И еще разочек сушим. Здесь сделаем еще одну растяжечку. Уже 407 оттенком. Поправим в зоне кутикулы. Старайтесь, когда вы тренируетесь на типсах, да, даже если это типс, все равно зону кутикулы красиво делать. И вообще, чтобы типсик был прямо ляляшный такой, как с картиночки. Потому что, когда вы показываете клиенту ваш образец, да, вы же ему как бы продаете его, да, как продавец дизайна какого-то. Вам хочется, чтобы клиент заинтересовался и купил у вас этот дизайн. Вот чтобы товарный вид был красивый, типсик должен быть красивый. У него должно быть красивое окончание, не должно быть липков, стеков. У кутикулов здесь тоже должно быть все красиво, не залито на черенок. И тогда даже маленькая полосочка будет выглядеть очень стильно и презентабельно. Дальше. Здесь я сделаю такие мазки, я их очень люблю. Вот такие. Как будто это сухой кистью сделано. Вообще, люблю тему граффити и вот таких вот хаотичных мазков. Не знаю, насколько. Вот так вот хорошо видно сейчас, что получилось. Это я делала кистью для градиента. Ей быстрее всего такую штуку сделать. Кладем так же сушиться. Так, здесь мы с вами поработаем трафаретами. Я возьму здесь, давайте, вот такой вот трафарет. Вот такой трафарет. И вот такой вот. Они похожи. Здесь один маленький цветочек, только большой, а здесь большие. И мы прикрепим их, вырежем ножничками и растворим пленку в воде. Вырезаем. Я их разрежу напополам, потому что мне нужно будет... Один я буду зарисовывать китайкой, а второй я буду закреплять просто в качестве фона. Кладем их на влажный ватный диск. Он у меня за кадром. Расскажите, пока мы с вами размачиваем цветочки, у кого какой был, может быть, опыт в китайке, чем-то, может быть, я могу помочь, каким-то советом. Можете писать в комментариях. Я все почитаю сейчас и постараюсь по возможности ответить на какие-то вопросы. У кого получается, у кого не получается. Кто, может быть, никогда не пробовал. Кто-то, может быть, постоянно рисует и просто за новыми идеями прибежал. Так, здесь я буду еще делать тоже такую же полоску, только черную. Для этого я беру м-пасту черный, черная смола. И наношу практически вот на всю эту часть. И потом также буду смахивать таким свободным широким мазком. Здесь как раз у меня будет находиться цветочек. И мне здесь м-паста сделает еще одну очень важную штуку. Она мне даст поверхность без остаточной липкости. Мне не придется это место дополнительно перекрывать теклосом, чтобы избавиться от липкости. Для того, чтобы сделать стемпинг. Так, протаскиваем. Еще хочу вот в этом месте прям усилить. Никогда не пробовала китайскую роспись. Так, ну что ж, я думаю, что самое время. Вообще, на самом деле, китайскую роспись можно делать, девочки, даже если у вас нет никаких навыков рисования. Потому что она отдельная такая штуковина. Обычно, когда рисуют дизайны, здравствуйте, всем дорожками совсем не получаются. Сейчас покажу дорожки. Так, монтируем цветочки, которые мы размочили. Давайте сделаем... У нас тот будет сбоку, да? Давайте этот сделаем с другого боку. Чтобы разные композиции были. Вот эти, смотрите, они как раз вот для акварельной росписи. И за счет того, что предполагалось, что мы будем это все акварелькой разрисовывать, очень и очень здесь нежные такие линии. То есть, они не четко прям черные, а они такие серенькие, полупрозрачные и очень деликатные. Они как подсказка идут. Подсказка. Давайте вот так мы оставим. Например. Видите, один за другом. Друг за дружкой я их прикрепила. И еще я отрезала листику хризантемы. Листику хризантемы. И мы можем тоже его закрепить. Так, например. Например. Вот сюда. Закрепим. Вот такая получилась композиция. Она прям чуть заметная. И мы это все делаем. Растворяем ультрабондом. Чтобы не было морщинок. Чтобы не было морщиночек. Растворяем ультрабондом. И перекрываем матовым топом. Для китайки нужна матовая поверхность. Поэтому здесь нам очень хорошо подходит вельвет топ гель. Он высыхает без остаточной липкости. Очень быстро дает возможность дальше работать. Прям буквально несколько секунд его подсушивать. И можно по нему уже работать. Полностью он высыхает дольше. Но пока вы будете сушить роспись. В принципе он уже у вас подсохнет очень-очень хорошо. Сушим. Так, сюда. Сюда мы ставим штампик. Сейчас у нас на гель краски без остаточной липкости. Соответственно нет остаточной липкости. Поэтому мы туда штампик наш и поставим. Выкладываем все поближе. Сам штамп. Пластину. Так, я здесь буду использовать такой же цветочек, как на образце, который я вам попозже покажу. Это будет вот такой вот. Вот такой цветочек. Так, и быстренько делаем. Так, ну нормально. Чуть-чуть там не отпечаталось, но нам здесь нужно именно для того, чтобы у нас был с вами контур, по которому мы будем рисовать. Поэтому ничего страшного, что немножко тут не пропечаталось. Все, что нам надо, все отпечатается. Так. Так. И переносим. Так. 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 Добавляем черный еще лак. Давайте восьмой закрутим, чтобы у нас не застыл. Ну даже давайте вот, чтобы не протирать, мне тут сейчас сто лет не тереть, я возьму просто и вон, хризантем какую-нибудь запечатаю. И будет тоже все гуд-гуд. Так. Так. Где он у меня скрытчер? Все, кладем опять же поближе, чтобы ничего не искать, ничего не терять. Дальше, кладем NOW. Хорошо. Хорошо. Угу. Хорошо. Угу. 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 Вот такая вот штуковина у нас получается. Можем потом еще веточку какую-нибудь дополнить. Я думаю, тоже будет неплохо. Так. Также перекрываем вельвет топ-гель. Все, что касается китайки, у нас начинается с вельвет топ-геля. Дорожки. На самом деле дорожки, это, конечно, важно. Но самое главное, просто помнить, что какая-то часть у вас должна быть на кисточке темного материала. Какая-то светлого материала. Тогда получается объем. Так. Откладываем пластиночку. И сейчас смешаем с вами какой-нибудь красивый оранжевый. Возьмем желтый. Возьмем желтый. И это у нас импаста, желтая кукуруза. Чуть-чуть возьмем красненького. Чуть-чуть возьмем красненького. Смешаем оранжевый. И также возьмем пигмента, неонового пигмента. И подмешаем все это в цвет, чтобы он стал у нас прям таким немножко электрическим. Ну вот, отлично. Так, возьмем также белый. Это у нас будет белый рафинад. Тоже импаста. И положим его немножечко на палитру. Дорожки можно делать несколькими способами. И я пользуюсь абсолютно всеми. Смотря сколько у меня времени на дизайн. И смотря просто в каком я настроении сегодня. Самый простой способ, девочки, это, конечно же, как вы и везде видели, это взять на пятку один цвет, на носочек другой цвет. Да? И вот так вот просто помахать. И еще разочек на пятку один цвет, на носок другой цвет. И помахали. И так несколько раз делали, чтобы у вас просто материала было побольше в дорожке. Чтобы вам можно было брать из нее материал. И, в принципе, у меня уже на кисточке есть двойной мазок. Поэтому я могу начать раскладывать. Смотрите, раскладываем мы с задних лепестков. Причем для задних лепестков мы не берем, знаете, из самого светлого. А мы берем пониже. Чтобы у нас белый оставался уже на конец всего нашего мероприятия. И все, и побежали раскладывать лепесточки. Какие-то получится в одну сторону сразу разложить, какие-то в две стороны. Если взяли материал, то сначала можно раскладывать те лепестки, которые у нас справа, как бы по половинке. А потом, когда на вторую сторону возьмете, какие-то, видите, сразу целиком получается делать. А какие-то потом возьмете и все слева положите. Китайка на самом деле не такой, знаете, сложный вариант росписи, когда просто поймешь технику. И здесь нам помогает уже непосредственно все, что у нас в шаблоне. Потому что мы можем все это видеть, где нам что положить. Не надо сочинять, не надо схема в голове держать. Просто смотрим и раскладываем, как будто разукрашиваем. Так, подсушим. Я, конечно, знаете, люблю очень китайскую роспись рисовать в несколько этапов. Чем больше этапов вы сделаете, тем, конечно, она вообще более чумовая получается. Однозначно. Но, когда вы работаете с клиентом, не всегда удается сделать много этапов. Потому что, ну, просто в условиях ограниченного времени, чаще на клиентах я рисую прямо в один этап. Просто как ложится, так вот сразу же и получается. Если я это делаю где-то, сейчас волосочек на кисточке, где-то, например, просто, ну, просто в кайф рисую, нравится. Вот мне сейчас хочется порисовать. То я часто очень делаю так, как я вам вот показывать буду сегодня. Закончилась у меня дорожка. В нее же. Сделаю еще материалом. И из нее же беру. Фокуса нет, когда рисуете. Сейчас вот так вот давайте попробуем еще, чтобы... У меня палец, видите, лезет в камеру, когда горизонтальная. И поэтому иногда сбивается, наверное, фокус. Спасибо, что вы мне сказали. Пробуем еще вот так тогда. Так, сушим. Также китайка, она предполагает очень хорошее владение своей рукой. Когда вы умеете повернуть руку на 360 градусов. То есть и так, и сяк, и наперекосяк. Это очень классно развивает руку для того, чтобы потом хорошо делать опил. Для того, чтобы вам было легче вообще, в принципе, рисовать что-либо. И я очень рекомендую, когда вы китайскую роспись практикуете, стараться не переворачивать тип скверх ногами. Вот это прям я часто встречаю очень у многих. И у тех, кто рисует давно, и у тех, кто только начинает тренироваться. Ну, просто берут вот так вот, да, чтобы, например, какой-то листик подрисовать. Это, конечно, очень здорово, но клиента вы так не повернете. То есть клиенту все равно плюс-минус, вот в диапазоне полукруга вы можете крутить, а разворачивать его кверх тормашками, к сожалению, не получается. Вот, и поэтому старайтесь, конечно, больше тренировать руку, чтобы она у вас в разных радиусах могла работать. И чтобы вы больше рукой крутили, а не клиента разворачивали. Вот, заполняем. Лепесточки продолжаем. И к серединке кончиком приводим. Чем ближе мы к серединке, тем больше мы белого захватываем на кончик кисточки. Так, эти я сейчас пока не буду трогать, посушу, а потом доделаю. Дальше. Теперь во вторую сторону раскладываем. И где-то можно дублировать. Очень хорошо на черный ложатся розовые оттенки. Оранжевый и желтый на черном хуже ложатся, поэтому, скорее всего, где-то приходится, придется продублировать. И смотрите, вот сейчас, кроме того, что мы рисуем по трафарету, я вам покажу то, что вы можете сделать прямо сейчас. Вы можете вне трафарета научиться рисовать очень простые цветочки. Вот буквально приложили несколько раз, да, и еще несколько раз. И рядышком, например, еще один лепесточек положили. И уже такой бутончик появился, да. То есть тут не надо крутить, раскладывать в две стороны. Буквально вот приложили просто кисточку и поприкладывали ее. И получился уже маленький бутончик. Так, все, сейчас посушим и вот эту вот серединочку доделаем. Удобно, когда вы делаете на клиентах сразу несколько пальчиков, потому что, ну, например, один на одной руке и один на другой руке. Потому что вы пока сушите на одной руке, как раз несколько лепесточков успеваете доделать на другой руке. Разложили. И тоже, видите, я рисую, откинув от себя кисточку, а не развернув типсик. Вот, и положили последний. Можно добавить еще, например, просто так вот от себя приложить и сделать такую мохнатую какую-то. Мохнатенький цветочек. Уже под конец. Угу, сушим. Так, доделываем здесь. Здесь нам нужно доделать вот этот вот лепесточек. Вот этот. И тоже немножко вот сочинить здесь парочку маленьких. Угу. И тоже подсушить. Так, что мы можем сделать еще? Смотрите. Чтобы еще больше выделить, или, например, чтобы что-то немножко, наоборот, утопить в глубине, мы можем добавить полупрозрачным слоем какой-либо цвет. Вот у меня как раз Electric Sunset, такой вот неоновый, да. Смотрите. Я могу взять и прямо перекрыть им весь цветочек. Видите, какой у меня яркий получился сразу же. Яркий получился. И мы сейчас это посушим. Можно также на фон, например, где-то добавить. Мы сейчас посушим и выделим только те лепестки, которые ближе всего к нам, чтобы они еще больше выделились и как бы выпрыгнули нам навстречу. Здесь тоже можем такое сделать штуку, только, знаете, здесь бы я сделала, например, ее локально так, не везде. Можно витражами так сделать, тоже красиво получается. Где-то вот чуть-чуть так вот подделаю. И кое-где сейчас продублирую еще. Теперь мы можем уже макать только, например, белый. Чтобы на кончике был только белый. Уже в оранжевый не макать. И, допустим, выделить вот этот у меня сзади лепесточек. Я его оставлю, не буду выделять. А тот, который у меня ближе ко мне, вот эта вот половинка, я еще ее продублирую. Она у меня выделится, вперед выйдет. Вот этого малыша продублирую. Он у меня тоже вперед сейчас сразу вылезет, еще объемнее станет. Вот этот тоже у меня лепесточек вдалеке, я его оставлю. А вот это ребрышко, которое у меня на него залезает, я немножко вытяну в свет. Также вот здесь вот там, вот этот лепесточек сзади, а вот этот его накрывает. Поэтому его можно немножко посветлее сделать. Вот, тоже в свет его выделить. Дальше вот здесь тоже вот этот сзади, а вот этот накрывает. Поэтому я его тоже выделю вперед. И здесь тоже самое. Дальше, какой еще у меня? Вот здесь вот, да, вперед тоже выходит. Тоже выделим. Вот этот вот тоже впереди. Подчеркнем. Вот этот такой достаточно основной. Тоже я его подчеркну, чтобы он у меня был впереди. Так, вот этот вот. Ну вот так вот, в принципе, я думаю, что мы это все дело оставим. Может быть, вот тут вот еще черкнем. Ирина, я очень стараюсь, честно. Простите, пожалуйста, если я как-то куда-то увожу. Но поверьте, в такой пози-зю сейчас сижу. Я очень стараюсь, чтобы вам было все видно. Так, думаю, что все, хватит. Оставляем и посушим. Давайте вот так попробуем. Так, у вас, конечно, будет, наверное, немножко странно типс лежать на боку, но зато я вообще не буду перчатками залезать в экран. Тоже смотрим, что здесь нам может выделяться получше. Все листочки, которые самые-самые вот в центре. Они должны быть самые контрастные, самые яркие, самые такие сочненькие. Так, посушим, чтобы вот этот вот не сбить. И вот этот еще хочу доделать обязательно. Так, что сделаем с этим? С этим мы сделаем следующее. Мы сюда сделаем еще тоже стемпинг. Вот в это вот место хочу сделать, чтобы было еще, знаете, многоплановость. То есть у меня один цветочек будет прорисован китайкой, второй будет вот такой вот прямо нежный-нежный, еле заметный, еле заметным контуром. А здесь у меня будет более четкий, более сочный тоже цветок. Такого же плана сейчас найду. И еще потом сверху подкреплю это линиями. Так, пластина. Сейчас сделаем черным. Тоже сделаем черным. Нам нужен какой-то цветочек, такой очень-очень нежненький. Я думаю, что, наверное, наверное, это будет вот этот вот цветочек. Да. Так, где черный? Вот черный. Так, скрапер. И сам штамп, куда я уже делаю, потом почищу. Так, ставим все поближе, чтобы никуда ничего не убежало. Нам нужны, знаете, буквально отголосочки какие-то. Может быть, это не полноценный цветочек, не полноценный цветочек, но чтобы у нас было что-то растительное здесь, в этой стороне. Сейчас я себе прицелюсь. Так, и, наверное, еще какую-нибудь надо веточку обязательно сюда. Так, веточку. Ну, вот, хорошая веточка. Сейчас на нее и сделаем. Так, вот как-то по-дурацки напечатала, девчонки. Еще раз сделаю другое что-нибудь сейчас. Думаю. Угу, все, нашла. Хоризонтемки сделаю, печатаю кусочек. Кусочек веточки. Ну, все, началось. У меня просто, когда все 100 миллионов ламп светят, очень здесь жарко. Еще, не знаю, как у вас с погодой. У нас сейчас уже плюс, где-то плюс 13, плюс 14, а в помещениях еще не отключили отопление. И, конечно, со стемпингом у меня сейчас немножко все весело, потому что в помещении очень жарко, просто как в адском котле. Так, ну хорошо. Так, мне нравится уже более-менее. Сейчас уберу излишки, которые мне не нужны. Так, и прикрою тоже вельвет топ-гелем. Она будет матовая. Матовый дизайн. Так, посушим. И здесь я хотела еще внутри прорисовать пару лепесточков. Ну, вот и все. Я думаю, что хватит. Тоже подсушу чуть-чуть. Так, беру линеарную кисточку и пасту черная смола. И дорисую еще некоторые элементы. Например, у меня вот здесь вот немножко почеканулось. Поэтому я сюда ставлю, например, маленькую тоненькую веточку. чтобы снивелировать это все дело и замаскировать. И пасты можно уже на поверхности рисовать. Она будет у нас глянцевая и барельефная. Не будет оставлять липкого слоя. Протирать нам уже ее не нужно. Так. Чуть-чуть тут отпечаталось тоже. и вот сюда хочу еще сделать, как френчик, тоже у вас сейчас все кверх ногами у вас снова семечки, опять минус 9 на ночник ветер, девчонки, я вам вообще не завидую вы знаете, я, конечно, любила зиму, наверное, только ребенком но я люблю ее проявления, как бы вот перед Новым годом особенно там снежок, там дома отпуск по обмену, карнавальная ночь, все дела, вот это все мне очень, конечно, нравится вот, там вечера домашние такие, со всякими вкусняшками и посидеть, кайфануть у телевизора Новый год, елки, мне все очень нравится, но вот в остальных 99% времени это просто ужасно особенно у нас в средней полосе такой, знаете, климат, что может быть сегодня минус 30, завтра 0 башка взрывается, везде какая-то непонятная слекотня вот, и, короче, у меня даже ребенок сказал, что, мам, уже когда это все закончится давайте уже траву давайте уже цветочки, дуванчики так, ну вот, у нас получается такой многоплановый дизайн не знаю, насколько вам видно на камеру внутри у нас такие очень тонкие, легкие прорисовки идет основной акцент на цветок и более такие черные, четкие полосочки тоже они дают о себе знать и я думаю, что очень-очень неплохо все это дело дополняет вот, еще дорисую да, уж у нас капец опять, поэтому хотим цветов хотя бы на ногтях да, я вас вообще понимаю а еще у нас, мы стали жить за городом и у нас иногда просто супер квест то есть мы с утра встаем и не знаем вообще выйдем мы из дома сегодня не выйдем, приедем мы на работу, не приедем иногда встаешь такая жижа, что все просто все пробуксовывает так, сушим здесь тоже перекрываем вельвет топ гель и здесь мы беленьким прорисуем чуть-чуть потому что у нас пошла тут белая такая вот прорисовка от штампа но она не белая, она персиково-кораллового цвета но она светлая по крайней мере на темном да, и поэтому здесь я думаю, что логичнее будет что-то такое беленькое чуть-чуть прямо добавить под глянцем тоже неплохо смотрится как видите, очень даже не дурственно нужно ли подводить? иногда нужно, иногда не нужно это по желанию потом листики можно эмпасты взять и тихонечко, прямо легонечко подвести но если вы плохо владеете тонкими линиями лучше этого не делать лучше не подводить если хорошо владеете, то подведите можно подводкой все просто уничтожить то есть будет наоборот хуже только будет такая грубая обводка и ничего хорошего поэтому если вы хорошо владеете тонкими линиями то можно тихонечко подводить обязательно смотрите только чтобы у вас линия обводки не диссонировала с лепестком то есть сейчас покажу, постараюсь поближе чтобы у вас подводка она была прям вплотную к лепестку прикреплена потому что если она отходит от лепестка получается все очень непонятно что лепесток отдельно, обводка отдельно и тогда все сбивается обязательно обязательно очень-очень аккуратненько это делайте спасибо 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 ну и с чем можно сочетать можно сочетать это все дело вот таким образом какая разница да у Анны Андреевны Гришанковой когда я делаю на камеру стемпинг и когда я делаю дома стемпинг в спокойной обстановке очень красиво спасибо даже не думайте почему-то на камеру у меня всегда я так полагаю что из-за обилия освещения всегда лажает это все дело ну не всегда но частенько осечки случаются спасибо большое девочки если хотите не хотите прям вот такой вот ну скажем более женственной такой прорисовки да то можно с чем-нибудь более геометрическим сочетать да такое нео неогеометрия я ее так называю когда это такие линии очень лаконичные что-то видимо обозначающие у меня еще клиенты знаете как называют тайные знаки на полях такие дизайны можно конечно же с градиентами да с любыми градиентами тоже будет очень неплохо смотреться если будут градиенты на остальных ноготочках и так же можно вот это все вместе поставить и посмотреть как это будет выглядеть очень выглядит я считаю по-современному и вы потом когда увидите референс вы поймете к чему здесь еще у меня измененная кожа сейчас наверное это не очень понятно но все равно она классно сочетается то есть получается вот такой вот интересный микс просто на одежде там сочетание очень крутое именно принта змеиной кожи принта цветочного и геометрического вот и поэтому я взяла это за основу мне оно очень понравилось я вообще люблю все что связано знаете с петчворком разные разные лоскуточки вместе и когда в в одном наряде или в одном луке сочетаются ткани с разными принтами разной фактурой и казалось бы несочетаемые вещи это очень классно очень круто я считаю и смотрится очень интересное по-новому и поэтому костюм который ну такая там коллекция которая меня вдохновила я думаю что вдохновит и вас на вот такое вот яркое сочное сочетание оранжевого с черным и цветов с рептилией и цветов с геометрией цветов с геометрией рептилией оранжевым и черным поднимет вам настроение даже если у вас минус 9 и ожидается снег все будет вокруг оранжевое как в песенке оранжевое солнце оранжевое небо оранжевое я оранжевые все поэтому надеюсь что я вам подарила немножко вдохновения этим эфиром я прошу прощения если у меня терялся фокус достаточно сложно на камеру рисовать китайку и не закрывать рукой объектив поэтому сделайте мне небольшую скидку но я очень старалась чтобы вам было все понятно и видно как я заполняю трафареты подведем итог трафареты вы можете делать как прикрепленные в качестве наилдрессов наилкрустов если они уже готовы так и делать штампом кому как удобнее кому как быстрее но получается и так и так и так интересно и конечно же это дает вам уже определенную схему постановки построения цветка и облегчает работу еще приготовила вам вот такой вот наилдресс потому что как раз на ту тему которую мы прикрепим в обложку референсу очень классно подходит вот этот наилдресс вообще круто и вместе с цветами вот такая вот геометрия принтованная вообще будет очень интересно смотреться необычно ярко запоминающийся ну все всех вас целую обнимаю пока пока и до новых встреч